Всем доброго-доброго-доброго утра. Галина Павловна, здравствуйте. Доброго обеда. Время 12.00. Хватит там хе-хе-хе. Ой, господи. Курить ведь еще надо курить обязательно. Кашляем, но курим. Говори, братя, бросай курить. Бросай на нить. Вставай на лыжу. Сейчас пироги будем жарить. Будем жарить пироги. Еще одну. Пироги будем жарить с чем? С капустой? С капустой. Пироги будем жарить. Капустой есть у меня? Так. Уже капуто. Уже капуто. Уже капуто. Уже капуто. С капустой тесто. поехали ах ты красота красота что на край поставила тесто воздушные тесто домашние нам осталось я пока кошек накормила пока но пока померила перекусила таблетки выпила что было намочить конечно руки и не мочить мухи надо в подвале смотреть может опять мусяк решетку прокинул я решетку вставлю внизу в подвале проветривала делаю а тут ходит мордатый морду свою залазит в окошечка ломает они же сильные кошки кажется что щеки у него как эти как похудел на кошачьих боях подвигаться надо не жрать до спать ходить мяучить не было а потому что еще двери открывают мухи тепловика это как будто отталкивает Съедайте. Остальное там маленькое. В общем, большие я нажарю. Это пирожки. Они не сильно большие. Ну крупные такие. И опять же не большие. Ну ладно. А это еще. Как будто носинку было. Пирожки. Кого? Я тоже пирожки. Вот нажарим. Там я делаю еще эту. Двадцать третий отварных у меня есть. Тут мы капусту делаем. Маленечко. Тулечко. Чуть-чуть. Салатик. Капуста и капуста. Капуста. Потому что она не портится. Хоть по отморзил конечно. Но все равно. Но все равно. Но все равно. Капуста. Этот маленький. Думаю сейчас. А то я бегаю. Такими пирожками. Капуста. 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 Я вот сюда вот ты взял. Купил один. Против меня эти. Дрожжи. Церые. Я вот туда. Короче я добавила церые дрожжи. И такие отрухи я. Потому что церые надо их тоже. 100 грамм. Есть 100 граммов. Будется это. Сколько ты добавил? Ее хотя бы. Такой что ли. С такими вещами. Она уже. лежит сколько, нужно тоже свое строго хранения, вот я и стараюсь в клее что-нибудь делать там у меня масса, там я не знаю в макрюнке есть, чуть больше пачки, да, в капусту сегодня это подогрева закинула, а там не знаю в макрюнке еще есть, короче, сливочная, сливочная, да, там еще в макрюнке есть Капусту надо обязательно добавлять, да, и такое, и такое, вот у меня пачка была, я покупала в нашем магазине, и не знаю какую, ну, хорошую или нет, потому что я капусту и взрывовала, даже две пачки брала, разница растительного надо покупать капуста уже вылилось сюда, да? да, вот видишь, я мешала, оно уже под остыло, это под застыло да, я добавила еще, я что-то посмотрела там, помяла с этой солью, посмотрела, мне кажется, мало начинки, вылила масло еще добавила капусты, ну, не знаю, останется, не останется капуста ну, ничего страшного, останется, похлебочку добавим, завариканец ну да масло там, это, вернее, мясо отварю куриное на салатик будет на бульончике будет у нас супчик а на этом будет у нас мяско сделать салатик филе куриное там два кусочка пирожки, пирожки ой, Игорь, поставь там, прибавь температуру сейчас прибавлю на без половины угу пирожки 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 что-то осталось как это понравилось я последний раз не люблю вот такую начинку мне там по-три-ни-раз когда бедишами шами ну, еще пацан таких такой начинкой да шесть капусту покупать капусту вкусно мне нравится опа на фоне сторожу так поехали сейчас пена свежая практически какие какие пена что прибавил там температуру? прибавил Владимир Васильевич здравствуйте привет привет Надо дымить бросать. Ага, кашляет. Ха-ха-ха. Кашляет вообще. Кых-кых-кых. Он так кашляет, он день и ночь курит. А, ну толку. Эй, что же беспалитно. Ему что-то говорить. Ходим еще кое, пусть хозяин-барин. Кашляет надо бросать. Самые вкусные пирожки на свете. Больше никто так не свяпает. А может и свяпает. Каждый муж должен говорить своей жене, что у нее самая вкусная выпечка. Иначе получится скалкой, сковородой. Жена ему приползет, приползет муж на рогах. Она ему приползет. Ну, он сейчас не приползает. Вот этот вот, как сказать. Произведение искусств уже больше полвека. В общем, вот так вот начинала свяпать у нас тетка в Красноярске жива. Кстати, я вот от нее и... Вот это вот... И не знали ничего. Вот это вот... Начинку, да. Начинку, это мы тогда, какую первую или вторую машину знали. Тут же, по-моему, через Красноярске, а они у нее там две тетки вместе жили. Та, что небесное. А она, я и не знал. Мы доехали, да. Она поваром, оказывается, работала. Ну, вот. А она, это, начинки смотрите, сколько много у нас. А я смотрю это. Начинки много. Ну, да, брали в кафетерию. Это сами кто, ну, по-другому встряпали. Не было. А тут она угостила раз. Сначала встряпала. Ну, как-то получается. Нет, ну, просто попробовали. Ну, попробовали. Ну, ладно, это. И пошло, я говорю, пошли. И на заметку. Когда не было моднялых блогеров, которые показывали, как правильно готовить, тогда по телевидению не было, как показывали пирожки. Ну, как-то там это. Что? Раскалилось? Да, вот, да. Да, я думаю, раскалилось. Ну, сейчас, давайте. Творожники. Прямо мне понравилось, и я вот стала, после этого не стала ни тушить, не жарить ничего. Ничего не надо. Лежим куру. Самое-самое. Позамкала ее. Водичку, если будет, и насущная, выливаешь, масло растапливаешь. Ну, или маргарин, то-что. Перемешиваешь его. Все. Нормально. Запузыриваешь ты, дочь. Разговариваешь со мной. Пузырики. И тогда, у меня тоже поразило, приехал я в Красноярск ночью, где-то в часа, ну, в час, наверное, два. Ну, знаешь, что в три часа, три часа ночи, я бы уже в кресле сидел, у зубника. Продовок распозил, а когда в этот зуб? Побежала я, вот, в пирожке. Кто говорит, сейчас пошли в больницу. Какая больница, три ночи? Да, о, у нас круглые сутки работает. Зубни. Какое обращение? Пройдите, пожалуйста. Да, будьте любезны, вот здесь. Кстати, да, вот с одной стороны раньше, помните, это сейчас и везде на каналах, как правильно делать, как правильно залеплять, как правильно тесто. Раньше только по книжкам. Ну, вот по телевизору раньше не показывали. Первый, второй канал и балет. Первый, второй канал и балет. Это сейчас поразвелось, каждый показывает, каждый, кто как это. Вот, по старинке. Раз, раз, оно не разворачивается, оно и не разворачивается. Ну, как же, кто? Вот, теперь показывает. Ну, как творит. Сразу запозрелось. Что, кашу правильно? Как шамная каша, Галина Павловна, как носу, говорят, правильно. Я все, я все, вот, возвращаюсь. Я вот они, откуда вы знаете, я ей еще раз говорю, Когда хозяйка по-своему, варите, жарите, варите. Как правильно поджарить картошку? Да, а ты не знаешь. Знаете, я бы таких блогеров отправила. Тихо, все, тихо, тихо. Отправила. Тихо. Тустиф. Закубникой. Закубник. Ну, вот, на трассе водитель, или что, дождьобойщики, собираются машины на ночлег, где-нибудь на пятачке их, надо покушать, поспать и опять дорогу. И как останавливаются, те уже, ну, знакомятся, знают, кто откуда, Россия-то большая. И к этому мужичку бегут, ага, кто с луком бежит, чесноком там, это, ну, все, к нему. Масло. Ну, жарят пирожки. Все, нет, не пирожки. Там он картошку жарит. И они вот сидят, это самое. Вот, говорит, мы сколько останавливаемся, вот сами делаем, так не можем. А он картошку жарит, это вся поджарится. Ну, картошка вообще жарена, самая поджарится. А тогда разбираться. Салавище жарим, наверное. Салавище жарим, а он это треугольничком чистит картошку. И переворачивается, получается, куда бы ни перевернулась картошка, всегда на ребро. А ребро зажаривается, он раз, на другое ребро. И получается вся, со всех сторон, ну, не со всех, можете, где попадается так, но зажарится. И вот они, это уже давай побольше сковородки с собой водить. Поднимает, ну, пузырьки. Моя маленькая тесточка. Да, побольше масло. Видишь, оно за мной, оно еще пищит, а маленько. И это один показывал, как, говорит, а я думаю, о каком водителе все это? А у них там тоже они по рации, там позывные, там клички свои. Думаю, о ком они все говорят, хорошо картошку жарится. Ни раз не встречал, в том раз. Вроде же умеют. А это, говорит, брат мой, дядька, ну, брат это. И тоже давай, говорит, его методов. И по сей день, говорит, жарю его методов. Что дома, что на природе. Однако у меня еще, наверное, какие-то останется. Останется, можно всегда в морозеку его брать, приготовить. Заготовить, да и все. Игорь, подглядывай там. Да, я сейчас буду сиренеть. Смотреть. Еще надо будет на лимонек переворачивать. Зачем? Не надо. От меня масла там много, зачем? Они же, они же, они полностью, это и переворачиваются. Да, залей масло. Да, это когда мало масла, так. Пожалуйста, так они обжариваются. Вот, пусть еще обжарятся. Пусть еще обжарятся, я вытащу. Мы еще потом пить, не будем, надо будет. Вот, вот этот вот с соседом я ездил на фуре моего. С нашего. С этого. Глянь, Никита где срепает. А, правда. Оттуда вот, это, считай, прицеп полностью загружили. Сделали. Вот этот. Вот это у нас, как он, раньше пищикомбинат был, а сейчас как-то он концерн какой-то. Концерн называется. Концерн. Ну вот загружали, надо было в ту везти. Так он тоже, не тяп-ляп, что раз, выехал и это. Он день здесь загружается. Потом часа два отдохнет, заводит камаз и туда, в ту ву. В ту ву едет, это, считай, он там, перед ту вой полка есть. Он поднимается на ее, в общем, кушает, ложится, отдыхает. Утром встает. Сверху. Сверху еще. Сейчас еще в горе посмачиваю. И вот это вот защипываю, переворачиваю, еще там прожаривается. Да, сейчас, сейчас сделаем. На защипке. Некоторые только выезжают и едут, а вон уже спускаются и на базу разгружаться там уже ждут. Быстро. Красота моя, красота моя, какая красота. Так, 24, 5, 8 еще. Вот, вот, 8, это внука. Вот, сюда, никогда бы. Ну, что, такой силы не хватило. И не высудил машину, ничего. А, ты про этого говоришь? Ну, вот про соседа. Ага, понятно. Отец с сыном занимались. Не, я не знаю. Ну, я говорю, что... Ну, их всех в бане. Сын, например, сутки-двое отъездит, приезжает, отдыхает. Отлично там. Переворачиваю? Да. Все? Да, все переверну. Можно вынимать уже. И новый лодж. Не просто видишь, какая жизненная. У каждого своя жизненная. Неужели. Бывало. И передо мной тоже так отручивать, конечно, улетало. Ну, это понятно, само собой. А там тоже. Вкусняшки. По правилам, кто твой виноват? А в суде нигде ничего доказать, не спалить. А, знаете? Вот они и так. Как читается вообще в драке? Кто первый ударил, тот и виноват. Не важно. В драке? Да, кто первый ударил, тот и виноват. Вот говоришь, кто первый пришел, он первый меня ударил. Все. Всегда так считалось. Кто первый заорал, тот и прав. Ты прав. Пирожки, пирожки, пирожки как вкусные. Вкусные, привкусные. Наши пирожки. Ну, это самое. Взяли-то они. Начинали он больше. Возил.